О том, что в парковочном бизнесе давно пора наводить порядок, говорили не только водители и активисты. Городские власти уже не первый месяц обещают предоставить общественности новую модель Днепропетровских парковок. На этой неделе сладкие обещания чиновников наконец-то превратились во вполне конкретный проект. Решит ли он эти проблемы, либо наоборот создаст новые? Давайте проанализируем. Похоже, что недовольство людей парковками достигло точки кипения. Предоставление услуг не то, что некорректно, но беспредельно. Сейчас идет, грубо говоря, война и попытка хапануть побольше со стороны тех операторов, которые сейчас имеют договора на аренду этих участков. Решить проблемы с парковками силами журналистов и активистов не вышло. Проблема с парковщиками после наших рейдов усугубилась. Усугубилась в худшую сторону. Парковщиков на самом деле немножко поменяли. По крайней мере, те самые лица, которые пьяные видел, я их уже перестал наблюдать. Появились более молодые, более борзые ребята, которые кидаться не стесняются ни на журналистов, ни на активистов. Они уже не стесняются ни полиции, ни кого. Носят с собой какие-то копии каких-то бумажек. Бороться с недобросовестными парковщиками не могут и правоохранительные органы. Все опять снова надеются на патрульных, но патрульные такие виды штрафов не накладывают. Это должна делать админкомиссия горсовета, которой тоже на сегодняшний день нет. Кроме отвратительного сервиса на парковках, подчеркивают общественники, городской бюджет недополучает миллионы. Город просто-напросто не зарабатывает сейчас несколько миллионов гривен в месяц. Господин Погребов до своей отставки озвучивал цифру в 24 миллиона гривен в год, сколько может зарабатывать город на парковках. Господин Миллер после этого озвучил цифру где-то в районе 1 миллиона евро или в районе 25-26 миллионов гривен. За три месяца этого года, подсчитали активисты, городской бюджет не получил 6 миллионов гривен. Отличная парадоксальная ситуация. Все говорят, денег нету, деньги просто-напросто лежат на улице. С января этого года профильное коммунальное предприятие возглавил новый человек из команды мэра Сергей Писаренко. Молодой, но, как сам он говорит, далеко не дилетант в опросах парковок. Общественность замерла в предвкушении глобальных реформ сферы и разочарованно вздохнула. Коммунальное предприятие, которое отвечает за парковки в течение более чем полтора месяца, не может предоставить обещанную презентацию, на которой должен быть озвучен бюджет коммунального предприятия. И какое количество денег получит городской бюджет за парковки, когда будет утвержден новый план парковок. На это недвусмысленное обвинение активистов, пускай и с опозданием, профильное КП таки ответило. 20 апреля городу представили новую модель системы парковок. Это будет новый образец формы работы города Днепропетровска. Мы будем максимально своими силами, без инвесторов, без инвестиционных средств реформировать рынок. Это тяжело, это для всех будет неприятно, это будет много разных скандалов, потому что будут кричать, что передел рынка и ничего подобного. Как бы ни уверял Сергей Писаренко, передел рынка так и будет. На сегодняшний день готовить рынок, реструктуризировать его, налаживать его, лишь двумя, максимум тремя агентами порядочными, которые будут отобраны через ряд комиссий, которые будут выполнять наши требования. Если они будут наши требования не выполнять, в договоре будет четко прописано, что там в достигненный термин будет растрагаться договора и заводится новый агент. Два-три агента вместо сегодняшней девятнадцати – не монополия ли это? Ну, монополия она и должна быть, в принципе. Решение, будет работать агент или нет, принимается исключительно одним человеком. В любой момент, я как директор коммунального предприятия, я имею право распространить договор за десять дней. И это будет прописано в договоре. Четко, ясно и понятно. Не будет ни одного момента, который будет подыгрывать теперь оператору на рынке. Теперь оператор должен подыгрывать в сторону бюджета. Такие правила игры – чем не поле для коррупции самых невероятных масштабов? Нет, уверяет директор КП, никакой коррупции не будет. Все во имя города и людей в нем живущих. Ни один из инвесторов на сегодняшний день на этот рынок не придет. То есть, если инвестору надо рынок, то он будет другой. Мы его будем готовить под него. Потом, чтобы, знаете, эту конфету передать и получать в бюджет как можно больше средств. Идея только такова. Однако, пока на эту конфетку не нашлось желающих. Инвесторы приехали, посмотрели это все, сказали, мы готовим коммерческое предложение и уехали. И вот уже прошло, наверное, месяца полтора, а то и два, если это коммерческое предложение, нет. Сам город пока не готов обслуживать все парковки из-за банальной нехватки средств. Например, чтобы оборудовать парковку всеми дорожными знаками, нужно не меньше трех тысяч гривен. Столько же, уверяет Сергей Писаренко, стоит комплект одежды для парковщика. Отдельная тема – паркоматы. От них решили отказаться. Один такой стоит порядка 100 тысяч, плюс 20 тысяч на обслуживание. А их нужно по одному на каждые 20 парковочных мест. Сумма получается немалая. Поэтому городские власти пошли другим путем. Это работа будет с посттерминалом, это работа будет оплаты с карточкой, кредитной карты любого банка. Это будет оплата через телефон, мобильная форма оплаты. И мы, скорее всего, все же оставим на первый период времени наличную форму оплаты с помощью карты кассира. С помощью обычного телефона и терминала можно будет платить за парковку. Для этого нужно будет просто в пополнение там, где мы пополняем, платим за коммунальные платежи, платим за телефон. То есть там будет рубрика «Оплата парковки». То есть это будет класться на баланс счет денег. Вводите код в посттерминал. Посттерминал вам отправляют срочную смс за 7 секунд. Вводите код, и вам придется чек. Очень легко и просто. Со временем этот способ оплаты будет единственным. А обслуживать все операции станет один небезызвестный банк. Мы вместе с Приводбанком разрабатываем эту систему. Нам Приводбанк как бы идет навстречу и передает оборудование там за определенное, да, вкоростывание. Даже не просто вкоростывание. Именно через этот банк будут проходить миллионы наших гривен. Директор КП говорит, это чистая случайность. А вот бюджет, планирует Сергей Писаренко, получит от парковок в 2016 году 16-18 миллионов гривен. В сумму в 24 миллиона чиновник не верит. Давайте подобьем статистику и не говорить непонятные цифры, которые вы посчитали на регуляторе. Давайте говорить за Киев. Город Киев в два или сколько, в три раза больше. Там намного дороже парковка. Там намного как бы больше парка мест. На сегодняшний день в Киеве на 16-й год заложено 25 миллионов гривен в бюджет. Это Киев. В Харькове заложено 6,8 миллионов. Харьков тоже больше, чем Днепропетровск. Увеличение поступлений в бюджет планируется через жесткий контроль количества парковочных мест и уменьшение прибыльной части агентов с 50-70% до 15-10. Плюс скоро повысится стоимость парковки. Вместо 5-7 гривен в час водители будут платить 7-10. Также в КП создадут специальную комиссию по проверке оплаты. Это ближайшие планы наших властей. План максимум – монополия города на рынке этих услуг. Через КП мы будем начинать деятельность параллельно с агентами, как КП. Будем тоже, знаете, так расправлять крылья на рынке. Мы будем начинать на улице Центральная, 14-й, работу непосредственно от КП напрямую. Параллельно, как бы, да, играя на рынке, что если будут нарушения какие-то у других агентов, мы просто уже будем иметь возможность поглощать адреса в сторону КП и работать напрямую. Планы амбициозные, настроение решительное. А касательно результатов – поживем-посмотрим. Продолжение следует...